Первое слово Муррун Муррун Муррун, то есть горький Горький И еще говорят вонючий Горький или вонючий Написали? Муррун Следующее слово Тауилюн Тауилюн, то есть длинный или высокий Длинный или высокий Тауил Следующее слово Махлюджюн Махлюджюн, то есть очищенный Очищенный Так говорят про хлопок Хлопок, который очищен, оттягив примеси, говорят махлюдж Следующее слово Муглакон Муглак Закрытый Муглакон Закрытый Следующее слово Яштаилю Яштаилю у него есть два известных значения Либо Воспламеняется, возгорается Подписывайте у себя Яштаилю Первое значение Воспламеняется Или возгорается Так говорят про огонь Когда он распространяется, например, по помещению Или разгорается в нем Яштаилю И второе значение Сидеет То есть так говорят про голову Яштаилюррас То есть сидеет голова Это записали Следующее слово Яджулю Яджулю То есть странствует Странствует или разъезжает Яджулю Разъезжает, странствует Так говорят Про туристов Или говорят про торговцев Которые разъезжают по разным странам В поисках дешевого товара Яджулю Или качественного товара Следующее слово Яскуну Яскуну То есть успокаивается Или живет Успокаивается Или живет Живет в доме Говорят Яскуну Айна Яскуну Хулян Где живет такой-то Но основа этого слова Смысл его успокаивается Потому что человек В своем доме успокаивается Если он выходит из дома То он бывает в заботах Ходит, ищет что-то Или пытается что-то сделать Или ему необходимо что-то И так далее Но когда он возвращается домой У него получается сакина Спокойствие Он успокаивается в своем доме Поэтому Яскуну Основа его успокаивается Но также используется на Понятие живет Живет в доме Следующее слово Юбыу Юбыу То есть Светит Юбыу Светится Или светит Так говорят про лампочку Про фонарик Про солнце Юбыу Следующее слово Юджибу Юджибу То есть Отвечает Аммэй Юджибу Говорят Ляунуль Ахмар Цвет красный Или Ляунуль Ахдар Цвет зеленый Таамун Таамун это Вкус Таамун это еда А таамун это Вкус Вкус еды Следующее слово Ярджу Ярджу Надеется Надеется Ярджу Надеется Дальше Ягзибу Ягзибу Лжет Лжет или Врет Ягзибу Дальше Яфузу Яфузу Достигает Победы Или достигает Положительного результата Достигает Успеха Яфузу От этого Слова Имя Фаис То что По-тарски Известно Как Фаис По-арабски Фаис Фаис То есть Достигший Успеха Мадинатун Мадинатун То есть Город Мадинатун То есть Город Есть Аль-Мадина Аль-Мадина То есть Медина Город Называющийся Медина Город пророка Аль-Мадина А есть Просто Мадина Без Алиф-Лям То есть Любой Город Про него Можно сказать Мадина Следующее Слово Юкиему Юкиему То есть Выстаивает Или Ставит Юкиему Либо Ставит что-то, либо выстаивает. Если говорится про намаз, говорят юхимус сала, выстаивает молитву. Если что-то ставит, говорят тоже юхиму. И последнее слово фасадун. Фасадун, то есть порча или нечестие. Порча или нечестие. Это последнее слово из новых слов, которые нужно божьим образом выучить. Новый урок сегодня называется Аль-Муктада уаль-Хабар. Аль-Муктада уаль-Хабар. Аль-Муктада это слово, с которого начинается предложение в арабском языке. Если это предложение состоит или начинается из имени существительного. Как, например, если скажешь, лошадь красивая, или сад густой, или река полная. Так все эти слова начинаются с чего? Точнее предложение начинается с имени существительного. Вот это имя существительного, с которого начинается предложение, называется Аль-Муктада. Аль-Муктада от слова какого? От слова бедая. Бедая-Тун это начало. Мы говорили есть бедая начало, есть нигая конец, есть осад середина. Так вот, от слова бедая начало происходит слово Аль-Муктада. Аль-Муктада то, чем начинается предложение. А Аль-Хабар, Аль-Хабар это известие или сообщение. То есть то, что описывает наше имя существительное. Как мы яблоко вкусное или сладкое. Первое слово АТТУФАХА. АТТУФАХА это глагол или имя существительное или предлог? Это ИСМ, имя существительное. АТТУФАХА. Значит, если мы видим предложение, которое начинается с имени существительного, это предложение называется Аль-Дюмля АЛ-ИСМИЯ. Предложение ИСМИЯ, то есть начинающееся с ИСМА, с имени существительного. И это имя существительным будет носить название муктада. Муктада это слово туфаха, здесь муктада, так как с него начинаются предложения. А хулева словом сладкое или вкусное ты описываешь яблоко. Описываешь, разъясняешь, извещаешь об этом яблоке. Что это за яблоко? Говоришь хулева, сладкое. Хулева здесь является чем? Хабаром. В татарском языке есть слово также хабар, которое берется с арабского слова вот этого хабар, то есть известие. Следующий пример, ассурату джемилятун. Как перевести ассурату джемилятун? Изображение красивое. Изображение красивое. Слово ассура это то слово, с которого начинается предложение. Это слово исм или фи'ль или харх. Исм. Значит это джумля какая? Исмия. Предложение, которое начинается с исма, с имени существительного. Раз оно с него начинается, то это имя существительным будет муктада. Муктада слово бедая, начало. То слово, с которого начинается предложение. Ассура это муктада. Если ты скажешь просто изображение, тебе это дает какую-то пользу или нет? У тебя возникает желание спросить, что с изображением, что это за изображение, чем оно описывается, так или нет. Вот он тебе говорит ассура джемиля. Джемиля то есть красивое изображение. Поэтому слово красивое является в данном случае хабаром. То есть то, чем ты извещаешь об этом изображении. И описываешь этим это изображение. Теперь третий пример. Говорит аль-джарью муфидун. Как перевести аль-джарью муфидун? Полезный. Бег. Беговое упражнение полезный. Бег полезен. Бег полезен. То есть если человек бегает, то принадлежит пользу своему организму. Опять у нас предложение из двух слов. Бег полезен. Слово бег, джарью, является исмом. Значит это джумле и смия. Предложение, которое начинается с исма. И вот это слово аль-джарью это то, с чего начинается это предложение. Соответственно это муптада. А муфидун это то, чем ты описываешь это слово. Бег полезен. Значит слово муфид полезен является чем? Является хабаром для этого муптада. Ясно или нет? Муптада всегда приходит с хабаром. Муптада всегда приходит с хабаром. Говорит следующее. Аль-китару сариум. Как перевести аль-китару сариум? Поезд быстрый. Поезд быстрый. Поезд быстрый. Опять алкитар-исом, он является мук тогда в данном случае. И сари, то, чем ты описываешь этот поезд. Потому что поезд может быть быстрым, может быть медленным, может быть сломанным, так или нет, и тому подобное. Ты описываешь его тем, что он быстрый. Тем, что он быстрый, поэтому слово сари является здесь хабаром, описанием, извещением об этом поезде. Следующее. Как перевести? Чистота обязательно. Слово аннавлафа здесь исом, имя существительное, оно является мук тогда. Предложение занимает какое место? То, что оно мук тогда. Мук тогда, то есть с него начинается предложение. А слово ваджибатун, описание этого, этой чистоты. Поэтому это является хабаром. Видишь, все пять примеров, которые мы зачитали выше, мук тогда хабар, мук тогда хабар, мук тогда хабар и так далее. У всех предложение одно и то же. И шестое. Аль-Арбу мустадиратун. Как перевести Аль-Арбу мустадиратун? Земля, говорит, круглая. Земля круглая. Таир. Аль-Арбу. Это что? Мук тогда в данном случае. То, с чего начинается предложение. Мустадират, то, чем описывается земля. Так, это хабар. Мук тогда и хабар. Говорит Аль-Бахс. Анализ нашего правила. Смотри. Аль-Амсиля сабиqа. Примеры, которые пришли выше. Куллюга джумаль. Все являются предложениями. Вакуллю джумля тин минга. И каждое предложение из этих предложений. Мураккаба мин исмейн. Мин исмейн. Состоит из двух имен существительных. Так, валь-исмуль ауаль. Первое имя из этих двух в каждом предложении. Фикулли джумля. Видишь? Кулля ви ифтада набиил джумля. Это то, с которого мы начали предложение. Первый исм во всех предложениях. Это то, с чего мы начали предложение. Аль-Китару. Сари'ун. Ат-Туфаха. Хулва. Ас-Сура. Джамиля. Говорит. Фауа лизали ка юсамма муктада. Поэтому это имя из-за этого. Называется как муктада. То есть, то, с чего ты начал предложение. Ваиза ваба'на исба'на аля ль-исма сани. Если мы поставим палец. Или положим наш палец. На второе имя существительное. Тикулли джумля. В каждом предложении. Фаах файнагу. И скроем его. Мухтафи. Мухтафи. Помните или нет? И скроем его. Ан-Назарина. От нашего взора. Ва кара'на хаказа. И прочитаем только вот так. Ат-Туфаха. Просто яблоко. Ас-Сура. Изображение. Аль-Джарью. Бег. Фаинна на натахайер. То мы остаемся в замешательстве. Ва нас аль-Анфусана. И задаем вопрос самим себе. Ма-Шаану Туфаха. Что случилось с яблоком? То есть, что с ней? Почему ты говоришь яблоко? Что с ним? Ва-Ма-Шаану Сура. А что с изображением? Ва-Ма-Шаану Л'Джари. А что с этим бегом? То есть, не приходит никого описание. Яблоко. Изображение. Бег. Поезд. У тебя возникает вопрос. Что с яблоком? Что с поездом? Тебе хочется чего? Дождаться хабара. Извещения об этом поезде. Или об этом яблоке. Говорит. Ва-Лякинна еда рафа'на и сба'ана. Но если мы поднимем наш палец. Ва-Карана хаказа. И прочитаем так. Ат-Туфахату хульватун. Яблоко. Сладкое. Ас-Сура ту джамилатун. Изображение красивое. Аль-Джарью муфидун. Бег. Полезен. Истафад на фаидатан тамматан. Мы получаем пользу какую? Полноценную. Тамма. Полноценную, полную. Ва-Лякинна еда рафа'ана. А то, что нам дало пользу, это имя второе. Фикулли джумля. В каждом предложении. Говорит. Ва-Лякинна еда рафа'ана. Бихалява тет-Туфаха. Именно второе слово предложения сообщило нам Ах-Барана. Видишь? Сообщило нам о сладости яблока. Ва-Джамал Ас-Сура. И о красоте изображения. Ва-Ифадат Аль-Джари. И о пользе бега. Ва-Лякинна еда рафа'ана. Поэтому второе имя предложения называется как? Хабаран. Извещением. То, чем ты извещаешь об имени существительном. Ва-Ида-Тааммальна ахира. Кулли-Исмин миналисмейн. Смотри. А если мы поразмышляем на Тааммале. Это что такое? Размышляем. На размышлять. Ва-Ля-Тааммальна. Если мы поразмышляем. Ахира. Кулли-Исмин. Над концом каждого имени существительного. Миналисмейн. Из этих двух имен. Фикулли-Джумля. В каждом предложении. Минал-Джумля-Сабика. Из предложений, которые у нас пришли ранее. Вадеднау-Маркуран. Мы увидим, что оба слова. Оба имени существительных стоят в положении маркура. Видишь? Все заканчиваются на Дамму. Атуфахату хульватун. Ассурату джамилатун. Почему в первом слове приходят с Даммой. А во втором Танвин. Потому что в первом слове есть артикль Аль. Ассурату. Атуфахату. И мы говорили Танвин не приходит с Аль. А во втором слове. В каждом предложении уже нет артикля. Алифлям. Приходит что? Без артикля Алифлям. Поэтому заканчивается на что? Натанвин. Заканчивается на Танвин. Видишь или нет? Говорит Аль-Каида. Правила общие из нашего урока. Говорит Аль-Муптада. Исмун Марфуа. Муптада это что такое? Это во-первых Исм. Это запомнили. Муптада не бывает фиалем. И не бывает харфом. Но Муптада это всегда Исм. Имя существительное. Марфуа. Оно всегда состоит в состоянии Марфуа. То есть в конце его чаще всего бывает Дамма. Чаще всего бывает Дамма. Фиауалил джумля. И всегда приходит где? В начале предложения. Значит Муптада это что? Исмун Марфуа. Фиауалил джумля. Имя существительное в состоянии Марфуа. Приходящее всегда в начале предложения. Говорит. Аль-Хабару. Исмун Марфуа. Хабар это тоже имя существительное. Которое тоже бывает в форме Марфуа. То есть Даммы на конце. Иукауину Мааль Муптада. Оно составляет вместе с Муптада джумлятан муфидатан. Полезное предложение. То есть если его не будет, не будет полезного предложения в данном случае. Так или нет. Если оно будет, то вместе с Исм нам. То вместе с Муптада составляет хабар, что полезное предложение. И получается какая-то польза. Яблоко сладкое. Дом высокий. Огород густой. Так или сад точнее густой. Река полная. Или издевающаяся. Или река глубокая. Видишь? Все эти предложения. Посредством хабара предложение становится полноценным. У которого есть конкретный какой-то понятный смысл. Если же хабара не будет, то смысла никакого не остается. Так имеется ввиду полноценного. Есть какой смысл неполноценный? Яблоко, река, гора. Этот смысл ясен. Что такое гора, что такое яблоко. Но этот смысл неполноценен. Тебе необходим хабар, чтобы понять о чем идет речь. Давайте попробуем сделать некоторые упражнения. Сколько успеем. Говорит первое упражнение. Истах речь. Кулла муптада. Ва кулла хабар. Минальдюмал аль-Атья. Очень легкое упражнение. Говорит. Выведи. Из предложений, которые придут дальше. Муптада и хабар. Муптада и хабар. Читай первое предложение. Аддавату мамлюатун. Как перевести? Чернильница. Полная она. Чернильница, то есть заполнена. В ней чернила до краев. Обрати внимание. Смотри. Аддавату мамлюатун. Оба слова являются, во-первых, истмом. И это истм, и это истм. И оба с даммой на конце. Так или нет? С даммой на конце. То есть оба приходят в состояние морфо. Предложение истмия или фи'лия. Начинающееся с имени существительного или с глагола? Нам. Истмия. Потому что начинается с имени существительного. Значит, первое имя существительное, чем будет являться предложение? Муктада. То есть начинающим словом. А слово ибтида. Ибтида это начало. Бидая, ибтида это все начало. Муктада то, чем начинается. А мамлюа? Это уже хабар. Извещает об этой чернильнице. То, что какая чернильница переполненная, полная. Так, второе предложение. Читай. Альмизаху мудыррун. Как перевести? Шутка или смех? Нам. Шутливость. Мудыррун. Вред. Вред. Альмизаху мудыррун, то есть излишняя шутливость является чем? Вредным нам. Смотри, слово альмизах и слово мудыр. Оба являются исмами или оба являются фиалами? Кто скажет? Фиалия. Фиалия? А? Мизах это что, имя существительное или глагол? Это исм. Как это глагол? Альмизах, шутка, шутливость. Это все имя существительное. Мудыр, наносящая вред или наносит вред. Альмизах, мудыррун, то есть вредная. Шутливость вредна. Шутливость вредна. Первое слово чем является в предложении? Муптада. Муптада, а слово мудыр, его хабар. То, чем сообщают об этой шутливости. Таэб. Следующее предложение. Альмуаллиму хаберун. Как перевести? Учитель присутствующий. Учитель присутствующий. Учитель присутствующий. Таэб. Где муптада, а где хабар? Альмуаллиму муптада, а хабар? Хабар. Хабар, да. Здесь, да, он является фаэлем, но фаэль одновременно и что? Фаэлем он здесь не является. Почему? Потому что перед ним не пришло глагола. Ясно или нет? Мы говорили фаэль в арабском предложении. Это когда перед ним приходит фаэль, глагол. Фаэль. Следующее предложение. Аль-Хавау нам. Мутаджадидун. Как перевести? Воздух обновляется нам. Аль-Хавау это Исам. Мутаджадидун. Хабар нам. Здесь будет цифра Хабар. Следующее предложение. Ат-Таджиру нам. Ат-Таджиру Амину. Как перевести? Продавец правдивый. Продавец правдивый или верный. Ат-Таджир чем является в предложении? Мутаджаду нам. А Амин? Хабар. Ат-Таджир. Следующее предложение. Так. Аль-Фа-Киру Мухтаджум. Как перевести? Бедный. Нуждающийся. Нуждающийся. Так. Человек бедный является нуждающимся. Так или нет? Аль-Фа-Кир чем является в предложении? Аль-Фа-Кир. Ты извещаешь о бедняке чем? То, что он нуждается. Аль-Фа-Киру Мухтаджум. Таир. Следующее предложение. Аль-Хизау. Аль-Хизау. Аль-Хизау Джадиду. Аль-Хизау Джадиду. Обувь новая. Таир. Аль-Хиза чем является? Мубтада. Мубтада. А Джадид? Хабар. Ахсанта. Следующее предложение. Нам. Аль-Хадиди-Кату Фаси-Хатун. Аль-Хадиди-Кату Фаси-Хатун. Как переводится Аль-Хадиди-Ка? Это широкий. Широкий. Аль-Хадиди-Кату. Сад просторный или широкий. Аль-Хадиди-Ка чем является в предложении? Имя существительное. Имя существительное. Какое положение занимает предложение? Мубтада. Это является мубтада в предложении. А Фаси-Ха то, чем оно описывается. То есть? То есть чем является? Хабар. Хабаром. Хабаром является. И последнее предложение. Ашаджиратум мусмиратум. Как перевести? Дерево плодоносящее. Плодоносящее. Так? Паэр. Где здесь муктада, где здесь хабар? Ашаджирамуктада мусмиратум. Хабар. Значит, в первом упражнении разобрали 9 предложений. Все они состоят из двух слов. Каждое из этих предложений состоит из двух слов. Причем все эти два слова являются чем? Асна. Именами существительными. Одним именем существительного предложения начинается. Второе имя существительное описывает это первое слово. Соответственно, первое будет муктада, а второе будет хабар. Обратите внимание, что все слова в этих предложениях заканчиваются на Адамму. Потому что и Исам, и нам, и муктада, и хабар являются что? Марфо. Являются в положении марфо. Стоит. И сказали в первых словах, стоит Бамма без Танвина. Почему? Потому что есть Алифлям перед словом. А во втором слове у хабара нет Алифляма в данном случае. И заканчивается поэтому на Танвин, а не просто на Бамму. Давайте остальные упражнения, иншалла, оставим на завтра. И Субханак Аллаху Ма Бхамди, Кашаду Аллах, Иллах, 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 Иллах. Шутливость вредна. Первое слово чем является в предложении? Муктада. Муктада, слово мудыр, его хабар. То, чем сообщают об этой шутливости. Таип. Следующее предложение. Как перевести? Учитель присутствующий. Да, учитель присутствующий. Таип. Где муктада, где хабар? Аль муктада, а хабар? Хабар. Хабар, да. Здесь, да, он является фаилем, но фаил одновременно и что? Да, фаилем он здесь не является. Почему? Потому что перед ним не пришло глагола. Ясно или нет? Мы говорили фаил в арабском предложении. Это когда перед ним приходит фаиль, глагол. Таип. Следующее предложение. Аль хавау нам. Мутаджадидун. Как перевести? Воздух обновляется нам. Аль хава это исам. Муктада в предложении. Мутаджадид. Хабар нам. Здесь будет цифра. Хабар. Хабар. Таип. Следующее предложение. Ат-Таджиру нам. Ат-Таджиру Амину. Как перевести? Продавец правдивый. Продавец правдивый или верный. Таип. Ат-Таджир чем является предложение? Муктада. Муктада нам. Амин? Хабар. Хабар. Самка. Следующее предложение. Так. Ат-Таджиру Муктаджу. Как перевести? Бедный. Нуждающийся. Нуждающийся. Так. Человек бедный является нуждающимся. Так или нет? Ат-Таджир чем является предложение? Ат-Таджир это хрисное имя вспышлительное. Так. Имя сусвитное? Муктада. А Муктадж? Муктадж это его описание. Его описание, то есть? Хабар. Хабар. Ты извещаешь о бедняке чем? То, что он нуждается. Ат-Таджиру Муктаджу. Таип. Следующее предложение. Аль-Хизау. Аль-Хизау Джадиду. Аль-Хизау Джадиду. Обувь новая. Таип. Аль-Хиза чем является? Да, Муктада. Муктада. Аджидид? Хабар. Ахсанта. Следующее предложение. Аль-Хадикату фаси хатун. Аль-Хадикату фаси хатун. Как переводится Аль-Хадикта? Это широкий. Широкий. Аль-Хадикату. Сад просторный или широкий. Аль-Хадикта чем является предложение? Исуществительное. Имя существительное. Какое положение занимает предложение? Муктада. Это является Муктада предложение. А Фасиха то, чем оно описывается. То есть? То есть чем является? Хабаром. Хабаром является. И последнее предложение? Ашаджиратум. Мусмиратум. Как перевести? Дерево плодоносящее. Плодоносящее. Так? Паэп. Где здесь? Муптада, где здесь Хабар? Ашаджиратум. Ашаджиратум. Мусмиратум. Мусмиратум. Хабар. Значит, в первом упражнении разобрали 9 предложений. Все они состоят из двух слов. Каждое из этих предложений состоит из двух слов. Причем все эти два слова являются чем? Ашна. Именами существительными. Одним именем существительного предложения начинается. Второе имя существительное описывает. Это первое слово. Соответственно, первое будет Муптада, а второе будет Хабар. Обратите внимание, что все слова в этих предложениях заканчиваются на Дамму. Потому что и Исам, Анам, и Муптада, и Хабар являются что? Марфо. Являются в положении Марфо. И сказали в первых словах стоит Бамма без Танвина. Почему? Потому что есть Алифлям перед словом. А во втором слове у Хабара нет Алифляма в данном случае. И заканчивается поэтому на Танвин, а не просто на Бамму. Давайте остальные упражнения, иншаллах, оставим на завтра. Упражнения разобрали 9 предложений. Все они состоят из двух слов. Каждое из этих предложений состоит из двух слов. Причем все эти два слова являются чем? Асна. Именами существительными. Одним именем существительного предложения начинается. Второе имя существительное описывает. Это первое слово. Соответственно, первое будет Муптада, а второе будет Хабар. Обратите внимание, что все слова в этих предложениях заканчиваются на Адамму. Потому что и Исам, Анам, и Муптада, и Хабар являются что? Марфо. Являются в положении Марфо. И сказали в первых словах стоит Бамма без Танвина. Почему? Потому что есть Алифлям перед словом. А во втором слове у Хабара нет Алифляма в данном случае. И заканчивается поэтому на Танвин, а не просто на Бамму. Давайте остальные упражнения, Иншалла, оставим на завтра и... Вот на Танвин, а не просто на Бамму. Давайте остальные упражнения, Иншалла, оставим на завтра и... Субтитры создавал DimaTorzok